Чиновники медицинских и социальных учреждений Киева, Киевской и Тернопольской областей, не имея на то основания, оформляли инвалидности бывшим бойцам АТО, а выплаты, причитающиеся за это от государства, присваивали. Мошедническую схему похищению бюджетных денег, предназначенных на социальные выплаты участникам боевых действий, разоблачила СБУ. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ведомства. В сообщении говорится, что наворовать, присвоив соцпомощь, злоумышленники успели 7 миллионов гривен, а если бы их не разоблачили сейчас, то украли бы еще 6 миллионов. Следствие зафиксировало 17 эпизодов в течение 2018-2019 годов, когда должностные лица и медицинские учреждения и социальные учреждения Киева, Киевской и Тернопольской областей оформляли фейковые инвалидности бойцам АТО, а государственные выплаты за них забирали себе. Во время обысков в домах подозреваемых изъяли документы людей, на которых мошенники планировали оформить государственную помощь, а еще и множество банковских карточек и наличных. О подозрении в совершении преступлений сообщили пока четырем людям речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах, за что наказать могут в случае признания судом вины лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил почти 13 миллионов гривен для предоставления единовременной денежной помощи членам семьи лиц погибших во время участия в антитеррористической операции лицам, получившим инвалидность. Целью принятия проекта распоряжения является предоставление Минветеранов средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 13 миллионов гривен для предоставления единовременной денежной помощи членам семьи пяти человек, погибших во время участия в антитеррористической операции, 15 лицам, которые стали лицами с инвалидностью во время участия в указанной операции, говорится в пояснительной записке. Как сообщалось, в соответствии с порядком назначения выплаты единовременной помощи в случае гибели или смерти, или инвалидности участников АТО, денежная помощь выплачивается в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности в размере 1 группа 250 прожиточных минимумов, 2 группа 200, 3 группа 150 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на дату установления инвалидности в случае гибели и смерти в размере 500 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на дату гибели. Украинцам, побывавшим в зоне боевых действий положены следующие льготы и выплаты. Коммунальные льготы для участников АТО. Льгота на оплату связи для ветеранов АТО. Правительство гарантирует 80% льготу на услуги стационарной телефонной связи для атошников. Участники боевых действий вправе претендовать на первоочередное обслуживание по вопросам домашней телефонной связи. Оплата, которая связана с установкой квартирного телефона для участников АТО уменьшена на 50%. Ежемесячная абонентская плата также снижена на 50%. Транспортные льготы и компенсация бензина участникам АТО гарантируется право на бесплатный проезд в следующих видах городского транспорта – маршрутках, трамваях, метро, троллейбусах. Ежегодно защищавший Украину может воспользоваться бесплатным проездом туда и обратно на железнодорожном, автомобильном или авиационном транспорте. Инвалиды войны, у которых есть личный автомобиль, получают комплекс своих компенсаций для затрат на бензин до 50 литров в месяц. Льготы в обучении для участников АТО и их детей – детям участников военных действий на Донбассе – предлагается получить бесплатное среднее, техническое или высшее образование, согласно закону номер 62-90 ВОЗИ. Участники АТО, получившие инвалидность во время боевых действий, получают одноразовое пособие, и его размер зависит от группы инвалидности. Медицинские льготы для участников АТО – военнослужащие, получившие ранения во время боевых действий, имеют право на бесплатное медицинское лечение и обслуживание. Законом предусмотрено, что после окончания основного курса лечения ветераны антитеррористической операции могут пройти бесплатный оздоровительный и профилактический курс в санатории. Важное примечание – отказавшись от оздоровительного лечения в санатории, льготник может получить денежную компенсацию. Льготное протезирование для участников АТО – льготники АТО, которые получили инвалидность в результате антитеррористической операции на Донбассе, имеют право получить протезы для последующей полноценной социализации. Оплата протезирования осуществляется правительством ежегодно, но операции производятся в порядке очереди. Пенсии для участников АТО, украинцы, получившие статус участников боевых действий и инвалидов войны, имеют право на следующий льгот и предназначение на пенсии. Досрочная пенсия при достижении возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Для выхода на пенсию досрочно мужчина обязан иметь не менее 25 лет страхового стажа, женщина – не менее 20. Председателя Верховной Рады просят инициировать увольнение народы под слуги народа Андрея Геруса с должности председателя Энергетического комитета парламента для выполнения требований электронной петиции шахтеров к президенту. Такое письмо к спикеру Дмитрию Разумкову направил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Маскаль. Документ он опубликовал на своем сайте. Прошу сообщить, когда именно будет инициирована отставка с должности главы комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса. Прошу дать персональную оценку его деструктивной и явно антиукраинской деятельности, что приводит к уничтожению стратегических отраслей экономики Украины и ее зависимости от энергоресурсов страны-агрессора Российской Федерации, а также уничтожает авторитет Верховной Рады в Украине и мире, отмечается в обращении. Ранее народный депутат, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой создать рабочую группу для рассмотрения петиции шахтеров об увольнении Андрея Геруса с должности председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Об этом депутат Волынец сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав копию соответствующего обращения к президенту от 22 июля. Обращаюсь к вам с просьбой дать поручение руководителю, соответствующим заместителям офиса президента о создании рабочей группы с привлечением в ее состав народных депутатов, компетентных центральных органов исполнительной власти, представителей трудовых коллективов и профсоюзных организаций угледобывающих предприятий, отмечается в обращении нардепа Волынца. Петиция шахтеров об увольнении Геруса еще 15 июля набрала достаточное для рассмотрения президентом количество подписей – 25 613. Ее официальное рассмотрение началось 20 июля. Председатель Независимого профсоюза Горняков подчеркнул, что президент должен принять решение не позднее, чем через 10 дней после начала ее рассмотрения. Рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее 10 рабочих дней со дня опубликования информации о начале его рассмотрения. Обеспечение рассмотрения электронной петиции возлагается на администрацию президента Украины. Петиция «Спасите угольную отрасль Украины, выгоните Геруса из энергетики» ожидает решение. В случае, если гарант Конституции забыл о волеизъявлении угольщиков-энергетиков почти 30 тысяч украинцев, на чью профессиональную жизнь повлияли преступные действия председателя Энергетического комитета Верховной Рады, напоминаю процедуру рассмотрения петиции письмом, написал Волынец. Напомним, петиция зарегистрирована Леонидом Шибановым в мае 2020 года от имени шахтеров государственных угледобывающих предприятий. Горники требуют отставки Геруса и обвиняют его в искусственном создании кризиса на энергетическом рынке и доведении угольной отрасли до банкротства. С 30 июня по 10 июля в Киеве проходила забастовка шахтеров с требованием погасить долги по заработной плате и поспособствовать восстановлению работы шахт. В итоге государственная компания «Центр Энерго» по указанию офиса президента и при посредничестве Минэнерго заключила договор о закупке украинского угля по цене импортного паритета. «Роттердам плюс». Подписание контракта позволило угольным шахтам выйти из многомесячного простоя. Впрочем, по словам Волынца, проблема сбыта украинского угля до конца не решена, и забастовка шахтеров может возобновиться в конце августа. Ранее сообщалось, что в начале июля 2020 года на основании решения Печерского райсуда офис генпрокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, председателя комитета ТЭК Верховной Рады Андрея Геруса. Ранее высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело, заявление Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям. В июне 2020 уже специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии коррупционным схемам в энергоотрасли и открытии импорта электроэнергии из России. Ранее уже сообщалось, что пролоббированная в сентябре Андреем Герусом поправка к закону позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных норм. Импорт, по мнению экспертов, а также Минэнерго, привел к кризису отрасли и накоплению многомиллиардных убытков госкомпаниями. Отвечая на петицию, президент Владимир Зеленский отметил, что увольнение главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса относится к компетенции Верховной Рады. Уволить нардеп от слуги народа Андрея Геруса с поста главы энергетического комитета парламента может только Верховная Рада. Об этом сообщается на сайте президента Украины в ответ на электронную петицию, в которой президента попросили спасти угольную отрасль и уволить Геруса, и которая набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения. Что касается предложения по председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрею Герусу, то вопрос избрания и отзыва председателя комитетов парламента урегулирован законом Украины о комитетах Верховной Рады Украины от 4 апреля 1995 года номер 116 и является полномочиями парламента, отмечается в ответе на петицию.